Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, и сегодня я вам покажу, как правильно приготовить корм для бражника, потому что, оказывается, это не у всех получается. Корм для бражника представляет собой следующего вида. Смесь — это таинственный рецепт, очень умно разработанная рецептура для сбалансированного выкармливания гусениц бражника, потому что гусеницы бражника — это вам не сяськи-масяськи. Что попало, они есть не будут, а даже если будут, это что попало должно быть сбалансированным, потому что от качества корма зависит очень многое, вплоть до качества окукливания, естественно, скорость роста, качество роста. В общем-то так, смотрите, друзья, в нашей группе по ссылке в описании Dragon Space, где корм для бражника и так почти самый дешевый, если не самый дешевый, мы до конца апреля даем всем скидку 10% на этот самый корм, поэтому спешите, заказывайте, дерзайте. Бражник — это лакомство для многих, плюсом ко всему он еще и быстро растет, этим он и удобен. Смотрите, встречаются корма для бражников уже в форме желешек, но они, как правило, дорогие, и их невыгодно брать. Гораздо выгоднее брать сухую смесь, потому что из 100 граммов сухой смеси мы можем получить 500 граммов готового корма, а это, ну, очень много. То есть, эту смесь нужно, как пишут практически все производители, залить кипящей водой. Но в этом и заключается проблема, потому что не у всех при таком методе замешивания корма, корм потом начинает отверждаться. Я рекомендую немножко этот корм прокипятить, то есть давайте обо всем по порядку. Смотрите, берем весы, берем, отвешиваем корм для бражника. У меня для примера это 80 граммов. Сейчас мне нужно налить в 4 раза больше воды, то есть 320 граммов воды мне сюда нужно налить для того, чтобы у нас получилась нормальная такая по консистенции смесь. Если наливать меньше, она будет более густая, если наливать больше, она будет более жидкая. Но я так подозреваю, что можно и больше налить, и она все равно затвердеет. Но в 4 раза больше воды это вот самый оптимум, по моему мнению. Дальше еще хочу сказать, что этим кормом можно выкармливать не только бражника, но и вообще абсолютно все кормовые культуры. Потому что здесь у нас белки, жиры, витамины, здесь очень много всего. Единственное, что для выкармливания обычных, к примеру, сверчков получается дороговато. Поэтому бражники наши все. Сразу мы готовим емкость, куда этот корм будем разливать. У меня это ведро задырявленное по верхней кромке, потому что ведро это переворачивается, чтобы бражники, поедая корм, испражнялись. И потом мы крышку открываем, у нас все дерьмо остается внизу. Для удобства размещения своих бражниковых попок мы сюда застилаем сетку. То есть это абсолютно любая сетка может быть. Слишком мелкую ячейку не советую брать, потому что некоторые бражники потом просто в ней застревают и не могут выбраться. Они очень быстро растут. Дальше мы готовую смесь, которую мы размешали с водой, ставим на огонь. Минуту кипятим. Не нужно два дня вываривать до каких-то сухарей обугленных, потому что у нас иначе разрушаются витамины. Минуту прокипятили и сразу бежим разливать по таре, потому что он густеет максимально быстро. И у нас через некоторое время остывание получается следующего вида банка с готовым кормом, который 10-12 бражников выедает где-то за 2-3 дня. И потом нужно будет готовить новую партию этой смеси. Также хочу сказать, что лучше оставлять корм, чтобы он остыл в естественной среде. Потому что если вы в холодильник его засунете, вот как я сейчас засуну, у вас появится испарина. И это испарина у вас потом повысит здорово влажность в самой банке. И это в конце концов может влиять на развитие самих бражников, может влиять на качество корма. Потому что если у вас жара под 35 градусов, особенно летом, он может гораздо более быстрым образом закиснуть. Но как правило, как правило, он не закисает. Потому что, повторюсь, это очень умно разработанная рецептура. И вот такие вот замечательные зеленые сардельки у нас получаются в итоге. Обратите внимание, какие они огромные, какие они красивые, какие они чудесные, какие они вкусные. Ну а на этом все. С вами был Aquaman. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok